здравствуйте сегодня у нас с вами кружок почерчения мы с вами повторим что такое проецирование и поиграем вспомним правила вспомним задание и порешаем и так проецирование что же такое проецирование это процесс построения проекции предметов первое задание нужно найти три вида по двум данным и наглядному изображению у нас с вами есть задание в центральной части есть наглядные изображения есть виды давайте вспомним как они называются главный вид вид слева вид сверху если вы посмотрите то вы увидите что вместо одного из видов нужно найти вид первом задание вид сверху во втором задании вид сверху третьем задание главный вид четвертом задание и так задание 1 2 3 4 5 нам нужно вам нужно найти буквенное обозначение пожалуйста в тетради запишите задание 1 и напишите соответствие цифровому значение какое соответствует буквенное значение и мы с вами сейчас проверим проверяем проверяем чертеж под цифрой 1 вид сверху под буквой д д чертеж под цифрой 2 чертеж под цифрой 2 вид сверху под буквой б 3 главный вид под буквой г Четвертый вид сверху, под буквой В. Пятый. Главный вид под буквой А. Проверили. Следующее задание 2. Вам дан вид спереди. И виды. Нужно найти, какой вид сверху и вид слева соответствуют главному виду. Выполняем. Вы можете обозначить буквами, можете обозначить цифрами. 1, 2, 3, 4, 5. И написать, под какой цифрой, как называется. То есть нам нужно найти вид слева и вид сверху. Проверяем. Переходим к следующему заданию. Задание 3. Установите взаимосвязь между видами. Даны наглядные изображения. 1, 2, 3, 4, 5. Даны виды под буквами А, В и В. Вам нужно написать, какой вид соответствует какому наглядному изображению. По образцу. Давайте вместе запишем под цифрой 1. Остальные вы сделаете самостоятельно. Итак. 1. Главный вид. Буква А. Вид сверху. Буква В. Вид слева. В. 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 Аналогично этому образцу нужно выполнить все остальные задания. Следующее задание. Даны геометрические тела. Т. ПРИЗМЫ. ПИРАМИДЫ. ЦИЛИНДРЫ. Гонусы. шар, усечённый бонус, усечённая пирамида, тор. Задание следующее. Какое геометрическое тело имеет проекцию в виде круга? Варианты ответа. Цилиндр, пирамида, конус, куб, шар. Правильный ответ. Шар. Следующий вопрос. Какое геометрическое тело имеет горизонтальную проекцию в виде круга, фронтальную в виде треугольника? Варианты ответа. Цилиндр, пирамида, конус, куб, шар. Правильный ответ. Конус. Следующий вопрос. Определите по двум проекциям, какое геометрическое тело имеет фронтальную и профильную проекцию в виде прямоугольника. Варианты ответа. Четырёхугольная призма, шестиугольная призма, треугольная призма, цилиндр, пирамида. Правильный ответ. Четырёхугольная призма. Следующий вопрос. Какое геометрическое тело имеет фронтальную и профильную проекцию в виде прямоугольника, а горизонтальную в виде треугольника? Варианты ответа. Четырёхугольная призма, шестиугольная призма, треугольный призма, цилиндр, пирамида. Правильный ответ. Четырёхугольная призма. Следующее задание. Найдите предмет по описанию. Первое. Параллепепепель расположен на плоскости красной гранью учеников. Жёлтая грань слева, синяя сверху. Запишите, пожалуйста, в тетради. Второе задание. Параллепепепель расположен на плоскости желтой гранью вверх, красной гранью учеников. Синяя слева. Третье задание. Первый параллепепепель расположен на жёлтой гранью вверх, синий учеников. Красная грань слева. Второй параллепепепель стоит на верхней, жёлтой гранью первого, синий гранью в учеников, красный вверх, жёлтый слева. Четвёртое задание. Два параллепепепеля расположены так, что при взгляде на них спереди они образуют прямой угол из синих граней. Пятый вопрос. Три параллепепепеда расположены так, что при взгляде спереди образуют букву П из синих граней. Давайте с вами проверим, как вы выполнили это задание. Пятый наглядное изображение. Второе. Первое. Третий. Второе. Четвёртый. Четвёртая. Пятый. Третий. Продолжаем. Необходимо сопоставить наглядное изображение с чертежом. Давайте посмотрим. Наглядное изображение обозначено буквами. Чертежи обозначены цифрами. В каждом чертеже даны два вида. Главный вид – вид сверху. Нужно сопоставить буквы иному обозначению цифровое. Запишите, пожалуйста, в тетради ваши ответы. Проверим. Наглядное изображение. Чертеж по цифре 5. Б – чертеж по цифре 2. В – чертеж по цифре 6. Г – чертеж по цифре 1. Е – чертеж по цифре 3. Последнее задание, которое у нас с вами сегодня будет – это отгадать кроссвор. Мы с вами повторим формы и их элементы. Пример. По цифре 1. Что это за геометрическое тело? По цифре 2 нужно найти, что за элемент, который указывает стрелочка с цифрой 2. Давайте проверим ваши ответы. Сегодня вы успешно справились со всеми заданиями. Вы молодцы. Спасибо. До свидания. Продолжение следует...